Вот давайте поговорим о прошлом. Прошлое и далеко не такое, как кому-то казалось. 25 лет назад я это помню. Самыми крутыми был не город. Самыми крутыми было село. И селянами росла страна. И ничего так не представляло радости, как чистое село, из печек которого валил дым. Кстати, с онкологией дело обстояло гораздо лучше. Да не болели люди столько. А какая продолжительность жизни была. Я-то помню замечательных стариков. И нам-то столько не прожить. Мы росли отечественным сельским хозяйством. И нам было глубоко начихать на город, в котором самый крутой директор комбината получал 500 рублей. То! А как поступали дети с села в институты? Да легко! Там было все круто. А сейчас, по сути, ничего не изменилось. На селе вы не будете ездить на машине. Она там вам по сути не нужна. На селе вы будете есть свое и только свое. А зная капризы нашего образования и истории, жить на селе выгоднее. Я вам что-то неправильно объяснил? Так возьмите интернет и поймите. Нас загоняют в города, а америкосов нет. Нас задушили, как и в магазинах. И нашу историю перевернули. Теперь, как жить там? По сути, то же самое. Везде есть интернет, везде есть сотовая связь, везде есть вода, везде есть дрова. И теперь вы поймете, почему я вам про все это рассказываю на примере стройрынка на холмах. Да поверьте мне, история СССР – это история деревень. И чем чаще вы поймете историю, тем жизнь станет легче. Теперь про лень. Вот она-то и загоняет нас в угол. Бухание и еда, и то, что мы топимся газом. Так вот, все это выкиньте и поймите, что без этого с нашей страной никто не смог никогда справиться. Вы это понимаете? Выкиньте на круги свои долбанные деньги и поверьте, что вы пришли без денег, такими же и уйдете. А так, чтобы в раз и всей семьей за границу, да почему бы и нет? Мы так жили без кредитов, так жить будем и дальше. То есть мы говорим с вами, Владимира Владимировича Путина, мы собираемся все дело замещать. Но вы замещаете все то, что производится не в городе, правильно говорю? Правильно. Такие котлы в Казани производят и, по-моему, в Ужгороде, но могу ошибаться, Казань, это точно. У нас в Магнитогорске таких котлов не производят. А вы это делаете? Да, делаю. То есть я прекрасно понимаю, мы вам сейчас показали любые котлы, смокеры, все, все, все. То есть мы о чем сейчас говорим, я обязательно все это дело в интернет размещу. Объясню ситуацию, что в городе Магнитогорске на холмах, в старой рынке на холмах, который располагается здесь, вы можете себе заказать любую, и получается в цене-то сколько? Этот мы сделали для отопления своего магазина, он на 380 квадратных метров. Вот достаточно, если затопить при температуре 0 градусов, через полчаса носитель будет уже 80 градусов. Я проверил, проверял сам специально, никого не допускаю, затопил. Через одну топку я топил коробками, которые мы сжигаем, приходит товар, и бросил пол ведра где-то угля, и было достаточно этого. То есть о чем мы сейчас говорим? То, что я сейчас просто объясню ситуацию, я этим делом занимался, практически кандидат технических наук по этим делам был. То есть это называется технология длительного горения, пиролизные котлы. То есть вы можете не торопясь работать, потому что чуть-чуть позже будет, вот эта штучка, она будет чуть-чуть приподниматься, вот так вот, и вы можете спокойно работать. То есть мы сейчас о чем говорим? Либо вы хорошо топите, вот, и тогда чуть больше результат, либо просто потихонечку, и тогда он будет работать нормально. Вот, то бишь, эти пиролизные котлы я собирался домну делать, понимаете? Домну топится, да? А на выходе получается газ-ЦО. Добавляем в доменный цех, то есть из, допустим, 10 домен одна делает ЦО. И получается выход годного. То есть это круче, потому что сюда добавляет все, что угодно. И теперь и вы это, оказывается, делаете? Да, пришлось. У нас котен был, у нас на солярке, солярка подорожала, пришлось перестраиваться вот на твердотопливные котлы. Почти все свои здания от топлива сейчас такими котлами. К слову о том, сейчас объясню ситуацию. Ну-ка, расскажите мне, на чем мы, россияне, тогда газа же не было, да? Электричества тоже не было. Вообще ничего не было. Вот, татаро-монгольская игра. На чем? На дровах, дорогие мои, на дровах. Потом была еще такая штука под названием... Наполеон к нам пришел. Наполеон, помните? Так на чем мы его... Чем мы топились? Дровами, господа, топились. Дровами. Вот, а теперь чуть-чуть дальше. Прошлый век. 41-й, 45-й год. Вторая мировая война. На чем мы топились? Дровами, господа. Не надо говорить о том, что мы не умеем топиться. Мы умеем топиться. Надо просто обращаться. К вам обращаться. Ну, если прижмет судьба, приходите, поможем. И сделаем дешевле. И сделаем дешевле. Найдем компромисс. Можно его и удешевить. Цену можно и увеличить. Если вы хотите, чтобы он служил вам, правнукам. Если вы хотите только для себя, можно сделать и подешевле. Ставим тоньше металл. И пожалуйста. Ну, 20 лет при шестерке я гарантирую. Срок службы. Почему я не уехал? Скоро такое случится. По сути, то, чем я занимаюсь, легко делается и в деревне. День два города, дальше село. Так и будет. Но Господь сказал, сделай в городе пользу. Я это и делаю. Теперь вопрос другой. Как сделать ваше село прибыльным? Я вам объяснил, как. В Магнитогорске на холмах есть все для вас. Чуть-чуть денежков и ваше хозяйство засияет. И теплицы будут, и тепло. Я сейчас все это объясню, что все это можно сделать и рядом с городом. Машин-то много. Вы поймите, что проще есть свое, проще топиться дровами, проще ставить газ в машину и не платить за ЖКХ, чем заниматься городскими проблемами. Посчитайте, сами поймете. Калькулятор я вам не предлагаю. В каждом компе он есть.